Добрый день. Хочу от лица мамы сказать нашим предпринимателям большое спасибо, нашему правительству большое спасибо, что вы всех мам поддерживаете. Сейчас немножко историю расскажу про надежный тыл. Создан он был мамами и женами, кто одни из первых, наши ребята там были, у нас опыт. И когда объявили про мобилизацию, мы уже как бы опытные мамочки и жены стали участвовать. Помогаем сейчас мы, ну мобилизованным обязательно, и конечно же ведем ребят, все кто в госпиталях. Я сама лично прошла с апреля месяца госпиталя и видела наших ребят. Вы знаете, низкий поклон им всем, ведь они такие сильные, молодые, да, и сильные, ни один из них не плачет. Что мы сделали? Мы, конечно, я очень рада, что инвалидные коляски есть у ребят теперь. У них есть матрасы против пролежней. Также я веду наших мам, и то, что сейчас республика помогает, как бы мам в МФЦ вожу, и прям берем талончик и консультируемся. То есть эта помощь нужна обязательно. Раненые ребята, те, кто лежат в госпиталях, мы их поздравляем с днем рождения. Жены, мамы, кто там сейчас есть, они вот ведут тоже и прям делают нам отчет. Вот, представляете, как приятно, да, когда мальчик лежит, ему 21 год, а ему торт приносят. Вы знаете, хочется, наверное, заплакать, и в тот же момент ты понимаешь, ну, это счастье, что они живы, да. И наши сотрудники тоже там, у меня мальчика забрали. Да, все выдается, это все вранье, что ничего нет. Но, может быть, что-то нашему мальчику нужно еще, те же наколенники, те же подлокотники, так как у нас есть уже опыт, да, почему бы им не купить. И когда говорят, Ольга Витальевна, большое спасибо, не надо, давай мы вот это докупим, давай вот это докупим. Я хочу сказать, что вся Россия сплотилась, но Якутия такая у нас сильная, такие дружные все, что мы помогаем. Еще раз говорю, конечно, может, все сумбурно, большое вам всем спасибо от лица. Мам, жен, что вы нам помогаете и даете нам сил. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!